Всем привет! Меня зовут Маша и наконец-таки я добралась до видео об уходе, о своем зимнем уходе, потому что вы очень часто спрашиваете, какими кремами я пользуюсь, какими сыворотками, вообще как я умываюсь, как снимаю косметику. Такие распространенные вопросы, которые интересны вам, которые полезны вам будут, я надеюсь. Но перед этим видео я бы хотела рассказать вам, что меня пригласили в жюри конкурса «Осторожно, блогеры!» от Joy by Joy. И сейчас там уже начинается, точнее 23-го числа там начинается третий этап, где профессиональные блогеры вступают в борьбу с прошедшими в финал начинающими блогерами. И вы можете зайти, подписаться, комментировать, потому что самые активные зрители, они получают тоже призы. Вот, ну и я надеюсь, что вам будет интересно послушать мое мнение насчет участников, потому что я буду их оценивать в видеоформате. Я надеюсь, что это полезная для вас информация была, но я предлагаю перейти, собственно говоря, к кремам, к маскам и всякому такому. Итак, косметики действительно много, поэтому я решила начать с того, с чего мы начинаем каждый день, и это очищение кожи. В отличие от летнего периода и даже от осеннего и весеннего периодов, я склоняюсь к более маслянистым текстурам зимой. И у меня, например, если я летом могла себе позволить очистить кожу или просто с каким-то гелем, вот, например, у меня La Roche-Posay есть, который немножко подсушивает кожу, или, например, с помощью просто мицеллярной воды, то зимой я этого себе позволить не могу, потому что моя кожа, можно даже сказать, капризная. То есть, она у меня комбинированная, но как только ей не хватает ухода, все, она сразу становится сухой. У меня два средства сейчас на маслянистой основе. Это вот такое вот очищающее масло от Kiehl's. Косметика моментально смывается, честно вам скажу. Глаза, ну, тушь, тональная основа, если есть, все моментально смывается. Вы сначала растираете, потом чуть-чуть теплой воды добавляете, она чуть-чуть запенивается и умываетесь. После этого кожа уже изначально, даже не используя крем, очень увлажненная. Также мне Клиник прислала вот такой мини-пробник, наверное, можно так сказать, для очищения кожи вокруг глаз. Ну, не кожи вокруг глаз, а косметики с глаз. Тоже очень классная, я, возможно, себе даже куплю полную версию. Чем хороши такие средства на маслянистой основе, что они очень бережно смывают косметику, очень бережно очищают вашу кожу. Следующее, что я делаю после того, как очистила свою кожу, я наношу какую-то сыворотку. У меня их несколько, но я вам расскажу вот об этой же линейке Kiehl's. Это Midnight Recovery Concentrate. Вот, это, ну, это та же сыворотка, она очень питательная, но я ей не пользуюсь утром, я ее наношу только на ночь. Утром я сразу наношу крем обычно после очищения кожи. Теперь я предлагаю поговорить о увлажнении. И мы поговорим сначала о увлажнении самой кожи лица и потом кожи вокруг глаз. Вы наверняка будете смеяться, но у меня на данный момент около семи увлажняющих, питательных кремов. Вы, наверное, даже будете не смеяться, вы будете просто в шоке. Но мне их все присылают, поэтому я не буду говорить вам о всей косметике. Я расскажу просто о моих самых любимых средствах, которыми я действительно пользуюсь очень часто. И первое, это вот такой вот интенсивный питательный крем от Clinique. У него безумно шикарная текстура, такое ощущение, что вы масло наносите на свою кожу. Но при этом оно очень хорошо питает, очень хорошо впитывается, оно не остается на коже долго, скажем так. Вы как только нанесете этот крем, вы сразу заметите, как кожа более смягчена, как она более защищена. Один из главных компонентов этого крема, это экстракт фрукта Джабара, который как раз таки известен своими такими смягчающими свойствами. Следующие два крема, которые я вам хочу посоветовать, они понравились мне благодаря своей текстуре гелевой. А вы, я уже в каком-то из своих видео говорила, что я полюбила фирму Brand Clinique за то, какие у них текстуры. Потому что у них просто бешеная текстура кремов, несмотря на то, что нет запаха, вот, а я люблю что-то ароматное. Но все равно эти текстуры меня покоряют из раза в раз. Причем вот еще у меня есть крем Pepstar, он матирующий, безумно сумасшедшая текстура, такая как бархатная. Я не знаю, вот эти два крема, они гелевые. Один я купила себе сама, когда еще не сотрудничала с Clinique. Он просто увлажняющий, ничего в принципе такого особого в нем нет, кроме его текстуры. Вот, а это точно такой же, только он интенсивный, но более интенсивный. И как раз таки он подходит для зимней поры года, потому что увлажняет и питает намного лучше. И завершить наш разговор о кремах я бы хотела таким советом. В зимний период старайтесь наносить крем на влажную кожу. Это позволит удержать влагу внутри вашей кожи и сделать кожу более сияющей. Это работает? Попробуйте. Что касается увлажнения кожи вокруг глаз, я бы вам рассказала о трех средствах. Одно, к сожалению, у меня же закончилось. Это крем на основе авокадо от Kiehl's. Вот, если вы хотите, можете зайти в Kiehl's, посмотреть вам. Там он один, на самом деле, такой хороший. Это трендовое средство от Kiehl's. Также у меня наутро сейчас от Pep Star Clinique. Кожа после нанесения немножко щипет, что позволяет, ну, проснуться кожи вокруг глаз. Вот, и также у меня из этой же Midnight Recovery Eye, из ночной линейки от Kiehl's сейчас, я его наношу вечером. То есть, вот мое утреннее средство, вот вечернее. И последнее, о чем бы я хотела с вами поговорить, это маска. И если вы не знали, то я просто маньяк по маскам. Я люблю их все, я наношу, даже если у меня есть просто свободных пять минут, на ночь, утром, в обед. То есть, когда у меня выдается какая-то минутка свободная, я наношу маски. И мне кажется, во многом благодаря этому кожа моя сохраняет вот этот гидробаланс. Первое, о чем бы я хотела вам рассказать, это ультра увлажняющая маска от Kiehl's. Вы когда ее нанесете, она будет немножко щипеть на вашей коже, но это хорошо. Вообще, она считается как ночной, но я честно вам скажу, я не могу с ней спать ночью, потому что она достаточно липкая. Поэтому я наношу ее или перед сном на минут 20, или же утром тоже, если у меня там есть, свободных 10 минут, и потом смываю. Что касается ночной маски, то есть той, которую я могу нанести на всю ночь и спать с ней, и мне будет комфортно, то это вот такая маска от Lancome Overnight Recovery Sleeping Mask. Я ее наношу тогда, когда знаю, что я посплю буквально там 5-6 часов, не больше, а то еще меньше. Вот, потому что она придает энергию коже, и она действительно делает вашу кожу более сияющей, отдохнувшей. Я очень ее люблю, и я могу наносить эту маску вместо крема на ночь. Ну, то есть вы ее наносите, и все, вам крем уже не нужно наносить, крем вы нанесете только утром. И следующие три маски, о которых я хочу вам рассказать, это маски от Виши. Я их использую вот именно вот в таком формате, все три сразу. Ну, то есть не сразу, а по очереди. Сначала я наношу вот эту вот маску, она немножко окисляет кожу, немножко открывает поры. Потом я наношу глиняную маску, она убирает все ненужное. И потом я наношу увлажняющую наверх, которая обязательно, потому что особенно в зимний период глиняные маски, ну, вы все знаете, они безумно сушат кожу. Ну вот, наконец-то я вам рассказала о своей косметике. Это было не все, это было действительно то, что я использую каждодневно, повседневно, и то, что мне действительно нравится. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Честно сказать, я не знаю, кто смотрит такие видео, потому что, как по мне, ну, мне бы не хватило терпения досмотреть до конца. Я, наверное, больше там по вещам, по образам, по макияжам. И то макияжи я обычно пролистываю до самого конца и смотрю, что получилось. И если мне нравится результат, то я уже смотрю, как его делали. Вот. Ну, а в конце хотела бы вам дать пару советов, например, такие, как старайтесь сократить количество агрессивных средств, да, на коже. То есть, я говорю о каких-то скрабах, о каких-то гелях против сухости, против недостатков на коже. Потому что в зимний период это все играет свою огромнейшую роль. И даже если вы используете какой-то или скраб, или какой-то, не знаю, очищающий гель, да, который очень сушит кожу, хорошо увлажняйте кожу после этого, ваша кожа скажет вам спасибо. Также, как бы банально ни звучало, пейте больше воды. У меня, честно вам скажу, не получается, я безумно страдаю. У меня сухие губы, у меня из-за этого сухая кожа иногда бывает. Ну, я думаю, что это одна из главных причин. Вот. Ну, слава богу, у меня много кремов, которые я могу часто использовать. Так что, да, с вами была Маша Тимошенко. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте подписываться на канал Joy by Joy. Осторожно, блогеры, я ссылку оставлю внизу, потому что скоро я там буду давать свои какие-то рецензии, свои выводы говорить. Так что, я надеюсь, вы будете следить за этим проектом. Ну, а скоро будет видео о том, как найти и где найти новогоднее настроение. Так что, чтобы не пропустить его, обязательно подпишитесь на канал. Всем пока. Я люблю вас. Субтитры сделал DimaTorzok